Летние хлопоты в управлении образования начинаются в феврале, и дело вовсе не в перестраховке. Принять в списки всех мальчишек и девчонок, которым требуется отдых в санатории или оздоровительном лагере. Заключить соглашение с работодателями на предмет возмещения части, потраченных на путевки денег. Определить места отдыха и затраты на них. Это далеко не полный перечень необходимых дел. Но все тормозится уже на первом этапе. На сегодня списки ребятишек подали всего три организации города. Северо-Кузбасская энергетическая компания, хлебокомбинат и управление капитального строительства. И это при условии, что бюджетных и частных учреждений в городе около двухсот. Если учесть, что последняя дата приема заявок – 10 марта, вполне возможно, что сотни детей могут остаться без летнего отдыха. На протяжении последних лет у нас уполномоченным органом по организации летнего отдыха детей является управление образования. Поэтому все заявки от предприятия аккумулируются у нас здесь. На втором этаже, в кабинете номер восемь, есть специалист, который сейчас собирает заявки от предприятия. Можно зайти на сайт управления образования, где можно увидеть всю информацию по летнему отдыху. То есть, какие нужны документы для возмещения расходов для частных лиц и все формы заявок, как для бюджетников, так и для других предприятий. В этом же кабинете примут заявки от тех, кто нуждается в социальной поддержке. Это граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И не работают. И не работают, да. Им обратиться к своим руководителям, так сказать, не представляется возможности. За счет местного бюджета путевки предоставляются бесплатно. Приходите к нам, мы ждем ваши заявочки. Будем рады отправить ваших детей на отдых. Заявление о такой помощи принимают и в школах, где учится ваш сын или дочка. Главное правило, о котором должны помнить все родители. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому не ждите, когда вам напомнят о том, что лето, как обычно, приходит нежданно 1 июня. У вас, как и у ваших руководителей, осталось чуть больше трех недель, чтобы устроить детям полноценные летние каникулы. Прежде всего, вы должны подойти к своему руководителю, либо лицу, ответственному за летний отдых на вашем предприятии, и подать заявку. Но вы должны четко понимать, что заявка принимается для детей в возрасте от 6 до 18 лет и для детей, которые являются гражданами нашего Ленинско-Кузнецкого городского округа. То есть прописанными здесь? Прописанно, обязательно. И последнее. Если руководители бюджетных учреждений предоставят списки детей в управление образованием вовремя, родители могут рассчитывать на 15% компенсации от номинальной стоимости путевки. Это касается и частных предприятий. Стоя лишь разница, что 15% от номинала вернут непосредственно в компанию. Но все это при условии, что все документы будут готовы до 10 марта.